Баскетбольный чемпионат России Ровная по составу, умеющая по ходу менять и ритм, и маневр, команда из Димитровграда преподнесла урок настоящего баскетбола. И в первом тайме Крайда Академия смотрелась на этом фоне очень неплохо. Мы резво начали и где-то в десятой минуте вели с разрывом 18 очков. Ну а потом начался баскетбольный кошмар. Грубые ошибки в защите. Мы проиграем единственному центровому игроку, который по лицевой линии постоянно нас обыгрывает, а мы не можем своевременно перегрыть лицевую линию и помочь. Ну и второе, нас разрывает вот этот мастер спорта 15 номер. Мальчишка он все время в центр вылазит и постоянно получает на нем фолы. Сейчас скорректируем игру в защите. Если сыграет ребята правильно, я думаю, в втором тайме проблем не будет. К сожалению, проблемы у ребят были. И этот матч Магнитка проиграла. Зато выиграла следующий. И вторая игра шла на качелях. Зрители стонали от восторга. Кобиров хватался за сердце. Никифоров, ректор Академии, профессор, доктор наук сиял как именинник. День 18 сентября 1996 года пошел в историю города Металлургов как день, когда у хоккеистов появился серьезнейший конкурент. Вот эта тысяча людей должна была сидеть в этот вечер на трибунах Ледового дворца на матче с пермским молотом. Хоккей у нас, как говорят, и в Африке хоккей. Нам равняться с ним еще рано. Но те болельщики, которые пришли к нам сегодня на баскетбол и ходят, это не те, которые будут выбирать между хоккеем и баскетболом. Это наши постоянные болельщики. За них я не боюсь нисколько. В отсутствие баскетбольных матчей вы им дарите хоккей, да? С большим удовольствием. Игра Кредо Академии в следующих домашних турах, особенно против химика из Энгельса, где блистал Демешкин, кстати, воспитанник Челябинской баскетбольной школы, показала, что тренерам необходимо многое успеть сделать. Все эти отборочные пульки, турниры в Сочи, товарищеские игры – ничто по сравнению с календарными матчами. Команда наша вроде бы умеет все, но дома позволяет себе иметь отрезки матча, когда мяч просто валится из рук. Конечно же, от волнения. И эти стартовые игры дома для магнитки были воистину золотыми. В каждой из них молодежь зрела, мужала. Характерно, что даже проигранные встречи заканчивались с разрывом максимум в три очка. Наши ребята не опускали рук даже тогда, когда ничего не получалось. Потому что физики хватало на два тайма с избытком. И за это отдельное спасибо тем, кто работал с командой летом на сборах. Ты стал лауреатом золотой десятки лучших тренеров по плаванию России. Витя у тебя был готов и намного сильнее тех, кто поехал в Атланту. Ты это знаешь лучше всех? Если продолжать процесс самобичевания, почему? Устал. Устал решать наши задачи в одиночку. И еще одна причина, почему я согласился работать, помогать баскет-клубу. Это то, что здесь каждый человек занят своей конкретной деятельностью. На сборах перед турниром в Сочи команда работала с колоссальными нагрузками. Но ритм чередовало. И поэтому усталость не скоро сковывала мышцы. Но для вечерней дискотеки сил уже явно не хватало. А утром, как ни в чем не бывало, эти двухметровые хлопцы выходили на разминку. Конечно же, здесь не обошлось без чудодейственных препаратов. Дмитрий Петрович, у меня вот как рояль в кустах, вот два пустых галлона, где был какой-то сок, или не знаю, как назвать, чудодейственная вещь вашего приготовления, правда? Да. Ну, это мы уже, видите, подошли более профессионально к спорту, к нашей высшей лиге. И подготовили специальный напиток, состав витаминный, который ребята выпивают где-то до трех литров в день. На утренние, на вечерние тренировки. Ну, тут и лимон, сок жиповника, ну и кое-какие там есть тайные элементы, которые были согласованы с миницией. Тайные для всех, да? Да, мы будем в секрете маленько держать. А правда, что вот после вот такой вот бутылочки можно забить сзади, сверху, двумя руками кольцо? Думаю, что правда. Думаю, что правда, конечно. Не зря же мы работаем, стараемся. А если серьезно, вот чего потребовала высшая лига от начальника команды? Вы знаете, более, ну, нужно было создать условия для тренировок. Ну, и мы, в общем-то, подготовились неплохо к этому. Раньше мы не завозили на сборы, собственно, никаких дополнительных приспособлений, снарядов. Сейчас мы привезли барьеры, набивные мячи, мы будем кормить их свежим парным мясом, в общем-то, да. Но все просчитано, все рассчитано. Мы не просто так говорим. Мы уже собрали консервы, мы обговорили, дали каждому конкретное задание. Кто за что отвечает. Вот видите, вот комбированной тренировки нет. Вы что не увидите? А за что отвечает глава администрации города Магнитогорска Виктор Георгиевич Анникушин? Виктор за что он отвечает? За все, за весь город, в котором находится маленький баскетбол. Город-то большой. Но Виктор Георгиевич помогает нам. Большой баскетбол. Да. Помогает, обещал нам помочь с залом. Вопрос с залом практически решен. Автобус команде также выделен. И мэр Магнитки погружен в проблемы команды с головой. А мне вспомнилась наша прошлогодняя поездка в Афины на чемпионат Европы. Где россияне, наша национальная сборная, бесславно проиграли и медали, и путевку на Олимпиаду в Атланту. Так вот, на этом грустном фоне наши ребята поклялись. Играть через год в высшие лиги. У святых камней, древней Эллады, родины Олимпийских игр, эта клятва особенно впечатляла. Ну что ж, слово свое они сдержали. А что в итоге? Город получил возможность испытывать чудесные мгновения от большой игры. Кредоакадемия, команда, которая прежде редко проигрывала дома, увы, вкусила горечь поражения вполне. А наполняемость бюджета команды, модное нынче словосочетание, вряд ли соответствует уровню высшей лиги. Так радоваться нам или сожалеть о содеянном? Ответ здесь может быть только один. Здравствуй, большой баскетбол. Магнитка ждала тебя со дня своего рождения. Мы с таким трудом тебя добились. И уже никому не отдадим. Честно говоря, для меня огромный праздник, но напряжение намного больше. Поэтому я праздник особо не чувствую. Больше напряжения. Ну посмотрите на эти вот лица, на ребят, на болельщиков. Почувствуете атмосферу праздника? Ну, боюсь, не могу пока. Вот игра закончится, может потом почувствую. Я вас все равно поздравляю. Значит, успешного плавания высшей лиги. Спасибо. Создали прецедент после Челябинского «Динамо» вторая команда в регионе. Что пожелать вам? Чаще побеждать хотя бы дома. Спасибо. Спасибо.